добрый день дорогие мои друзья сегодня я решила не ждать неделю потому что я не собиралась на глашин рынок потому что ну его не было поблизости но тут кубер сказал что его футбол нюнберг и он должен туда поехать и мы поехали и по дороге естественно мы увидели как обычно выходной день бывает фламарта мы заехали и я купила отличные покупки я считаю и неделю ждать я не собираюсь и хочу вам это все показать тем более на одно видео это точно на собиралась хочу начать вот с такой прекрасной картины эта картина на холсте написано маслом это копия рембрандта картина называлась мужчина золотом шлеме здесь работа прекрасная хуберт художник он оценил сказал что очень хорошо написано к сожалению вот может быть так будет видно здесь написано что это копия и кто это сделал картина винтажная я думаю что она очень есть интерьер интерьер позволяет располагает то она мне кажется впишется очень замечательно такая вот красотка повторяю картины встречаются редко чтобы маслом и я всегда смотрю но много очень охотников за пейзажами которые старинные пейзажами и разбирают мгновенно вот такая вот тарелочка она называется цветы у окна состояние новой вещи и сейчас я вам покажу кто у нас ее изготавливал изготавливал ее это розенталь она была сделана девяносто первом году название картины расписано все вручную ручная роспись и подпись автора вещь коллекционная была вымщена небольшим тиражом и когда я купила уже вот эту картину замечательную мой взор упал просто на красивый я флорист прошлом и взор упал на очень красивые букеты на на тарелочках я их купила но когда придя домой решила посмотреть что это у нас ну еще была очень ройтер компания то что я не раздумывая взяла а когда я пришла домой и посмотрела что это такое оказалось что это лимитированная серия тарелок под названием цветы и она создается художницей урсулой бант и по сей день и начиная с 1989 года каждый год выпускается по одной тарелочке но в смысле не по одной штуке лимите лимитированное очень маленькое количество тарелок ну вот один пейзаж пейзажа один букет скажем да и по сей день их всего 29 штук выпускаются они каждый год по одной тарелочке то есть вещь абсолютно уникальная и я посмотрела сколько она стоит стоит она довольно таки прилично посмотрите компания худчинройтер это тарелочка 91 года больше не было только две штучки и второй букетик вот такой с три лицами с острыми с гвоздиками с розами подпись автора и 92 год теперь буду искать теперь еще и возможно но не встречала никогда увидела купила они довольно таки большие красивые украшение было очень мало и но я думаю что очень хороший я подозреваю что вот это коралл очень красивая застежка винтажные но бусы сами винтажные и я думаю что это коралл по ощущению знаете когда трогаешь коралл вот все напоминает но времени не хватило и я еще не проверяла тоже я повторяю я сейчас просто как белка в колесе я хожу прошу ли изучая язык подрабатываю дом большой дома очень много работы и хочется уделить время и детям и мужу поэтому не успела еще проверить но думаю что стопроцентный коралл такие замечательные красивые бусы авторы бусы это стекло тоже состояние идеальное секундочку где у нас замочек покажу вам старенький замочек и черные стеклянные бусы через узелок купила тоже сейчас никогда не прохожу мимо сюда смотрю в этих коробочках с пуговицами купила вот такие вот пуговицы тоже старенькие украшение было мало это вот все что я могла купить а да вот забыла вам показать вот такая роскошная сумка косметичка сейчас в тренде велюр она велюровая смотрится просто сногсшибательным красивый замок внутри это это по моему восьмидесятый год до тогда делали вот внутри клеенчатая обшивка из она прям огромная огромная сумка смотрится великолепно сумка косметичка теперь наверное перейдем фарфору такая вот вазочка компания имена у вазочка довольно таки старенькая я думаю что это 50 и может даже сороковые года роспись ручная но есть небольшая такая микроскопическая трещинка даже не фарфора out а эмали вот она даже не ощущается вот на ощупь ну которую я обнаружила только дома такая красотка так далее ничем не хуже вот такой вот вот такая вот конфетница это компания шуман тоже когда встречаешь он покупаю всегда потому что это не частый гость тем более в таком прекрасном состоянии эти узнаваемые цветочки смотрите маркирована дважды одно на блюде другая маркировочка на ножке состояние просто люкс вот такая красотка так далее цвет слоновой кости бавария портелан еще не разбиралась что это за мануфактура вот повторяю времени не было кое-что нашла из другого портелана об этой чашечкой еще у нас не неугаданные ну не германия бавария а потом когда я буду выставлять видео конечно напишу она наверное 70 60-х годов очень и очень тонкий фарфор бирюза золото и слоновая кость сочетание просто сумасшедшая камера я жду камеру вот не передает всей этой красоты но поверьте смотрится она просто по-королевски вот эту чашечку уже обнаружил хуберт она тоже очень-очень старенькая посмотрите на печать это компания карт тильшман и когда он у него были проблемы на фабрике он соединялся воссоединялся с чинройтер компании и вот пожалуйста вам продукт это тридцатые годы или начало сороковых точно не помню дату но вот чашечка довоенная вот эта чашечка она английская но она более такая может быть 90-е годы 80 но не смогла я ее не купить потому что она просто рисунок фантастически было бы больше я купила больше для дома пользоваться просто роскошная состояние повторяю тоже идеально вот эта красотка моей любимой компании линдерс это кополь золото ручная работа номер стоит это чашечки на ножках я уже рассказывала про эту компанию посмотрите какая великолепная ручка в основном все изделия этой компании изготавливается вручную в основном роскошь встречается она крайне редко так а теперь я вам покажу вещь который я просто когда увидела я чуть рассудок не потеряла же я давно очень гоняюсь за такими вещами и вот это вот просто повезло я не знаю спасибо богу это антикварная чашечка 1920 года то что я нашла в интернете они и это орды ком это великолепно старинная чашечка от компании немецкого компании фюрстенберг она была основана герцогом браушвегским 1747 году тогда 250 лет назад на территории германии было множество множество замков старинных и герцог выбрал очень старинный на тот момент этому замку был уже 400 лет и он выбрал именно его для основания своей фабрики качестве местоположения и этот замок находился в городе фюрстенберг отсюда и название данной мануфактуры и это уже тогда был замок достопримечательностью германии и он был возведен 1350 году а сейчас это музей фарфора которые очень востребованы и там очень много туристов и но тогда герцог взаимодействовала с мануфактурой мэйсен где вот видите улавливается почерк мэйсена компании но по-своему конечно фюрстенберг она уникальна по своему почерк улавливается но она просто уникальна недаром все очень богатые отели рестораны но дома покупают именно только этот процелан потому что он очень очень дорогой и именно фюрстенберг на золото наносили черный рисунок обратите внимание состояние идеальная идеальная просто королевская чашечка и вторая чашечка тоже от этой компании трио простить тоже это компании тоже этого периода и хочу что хочу сказать что отделка от этого порцелана осуществляется на высочайшем уровне с использованием 24 каратного золота и отличительной чертой этой мануфактуры является очень яркий красивый рисунок сначала можно даже перепутать с мэйсоном потому что практически вот они похожи по почерку но такая вот красота две антикварные чашечки 1920 года вот на этом наверно пожалуй все друзья прощаюсь с вами до следующих встреч всем мира и добра пока пока